Более того, есть и международная практика, ведь на самом деле спорные территории, сложные территории, это не первый раз. Единственное, что исключение Крым, потому что Россия еще и аннексировала эту территорию, потому что в отношении других непризнанных территорий, там история была другая. Россия в этом участвовала, но, по крайней мере, она не заявила, что да, мы себе забираем эту территорию. Оккупация в мире это, в общем-то, вполне законный, легальный процесс, который часто происходит. В том числе Соединенные Штаты, мы помним, прекрасно оккупировали Ирак, но они его не аннексировали. После выполнения определенных задач по борьбе с терроризмом, они вывели свои войска оттуда. Виссарион говорит о том, что оккупация закреплена в том числе международными документами, и это международное гуманитарное право. В том числе есть понятие законная оккупация, незаконная оккупация. Легитимная, да, такой отдельный класс. В любом случае, разный, само слово оккупация нельзя говорить, что оно несет негативную коннотацию всегда. То есть, все зависит от того, как применяется та или иная международная норма и кем. У кого есть право, разрешение на эти действия или что-то. То есть, согласно тем же резолюциям ООН или каким-то другим международным органам происходит эта акция или нет. Вот об этом мы говорим. В данном случае Ольга права, что с таким, в общем-то, мир Европы никогда в последнее время не стал. С оккупацией, вооруженной, скажем так, необоснованной оккупацией и с аннексией после этого. То есть, тут же вопрос, как это происходило. Необходимости в оккупации Крыма не было. И легитимно Россия, естественно, не преследовала никаких целей. Никто не давал ей права вводить туда войска для каких-либо миропилорческих операций на санкции. Поэтому и говорится о том, что да, Россия нарушила действительно территориальную целостность Украины, нарушила массу международных и межгосударственных соглашений, в том числе, да, вот там известный Будапештский меморандум и масса других документов. Поэтому да, в отношении Крыма это другая ситуация. Тут действительно факт нарушения, здесь действительно, да, оккупация была военная.